Понимаете, любовь как чувство религиозное, любовь как чувство, как категория философская, любовь как плотская, это абсолютно разные категории. Мы не можем их объединить, мы не можем объединить их в один какой-то, свести в один смысл. А вообще настоящая любовь, она достаточно сурова. Она очень сурова. И она налагает, помимо тех плодов, которые она дает, она налагает колоссальную ответственность. Как бы прагматична, да? Нет, не прагматична. Она сурова, она жестко, она налагает, она помимо вознаграждения, она налагает ответственность, она налагает тяготы на человека. И это так. Вы понимаете, это как наказание детей. Можно наказать из-за собственной нездержанности, из-за собственного эгоизма, из-за чувства обиды, а можно наказать абсолютно холодно для того, чтобы ребенку сделать хорошо. Потому что ты его любишь. Да. Если бы не любил, то и не наказывал. Собственный опыт. Заставить себя наказать в этот момент крайне трудно. Проще дать затречь, но когда ты разгневан. А вот заставить наказать в этот момент очень сложно. Это надо. Вот так же и здесь. Надо любить очень сильно, чтобы наказывать. Да. Не себя, другого человека. Потому что когда мы прощаем, мы любим себя. Мы делаем некое благодеяние. Мы снимаем часть проблем. Мы разрешаем ситуацию на короткое время. Мы успокаиваемся. Мы капитулируем. Здесь масса эмоций, которые весьма эгоистичны. А надо-то, приходится принимать зачастую жесткие решения. Алексей Валентинович, мы поговорили с вами о маргинальной форме алкоголизма. Но ведь есть вполне благополучные и обеспеченные семьи, в которых употребление спиртного плавно перерастает или может перерасти в тяжелые формы алкоголизма. Почему так происходит? Потому что у нас в стране нет антиалкогольной политики. Потому что употребление алкоголя при достижении определенного уровня материального достатка – это в определенной степени даже престижно. Только сейчас общество приходит к пониманию. Так вот окончательно. На уровне, скажем так, широких, очень широких слоев населения. Что в пьянстве, в том числе и с бытовым пьянством, не алкоголизмом, надо что-то делать. Какое-то место занимает в сознании человек. Если он ради этого готов пожертвовать многим или слишком многим, мы будем говорить о том, что, конечно, это очень плохо. Если он обеспечивает свое существование, существование своей семьи, существование людей, которые у него вокруг, и это профессия у него, то что же здесь плохого-то? Очень трудно дать предельно общие рекомендации. Потому что, несмотря на то, что проблема известна, она называется одним коротким русским словом «пьянство», в каждом конкретном случае она очень многогранна и очень многолика. И здесь, знаете, параллель проведу историческую. Если после Второй мировой войны, когда страна потеряла по одним данным 20 миллионов, по другим 40, говорили, что война пришла в каждый дом, то сейчас в России мы можем сказать, что пьянство у нас в России пришло в каждый дом. Мы такого не увидим в европейских странах, мы такого не увидим в североамериканских Соединенных Штатах. То есть это общенародная проблема, которую человеку очень сложно решить одному на бытовом уровне. Эту проблему можно решать только путем каких-то масштабных акций, социальных действий. Но своим конкретным близким ведь можно, наверное, как-то помочь? По профессии все-таки психиатр, и в этом случае рекомендуют обращаться на самом деле к врачу. Самое главное – никогда не потворствовать к пьянству, никогда его не оправдывать. Вот это самое важное. Самое важное, его скорее-скорее пьянство… Я понимаю, почему мне сложно ответить на ваш вопрос, потому что во мне говорит определенный профессиональный фатализм. Есть очень значительные случаи в пьянстве, которые вообще не поддаются курации. С медицинской точки зрения. Вы знаете, говорят, любовь все врачу этого… Его… Ну, не каждый способен полюбить. Его проще предотвратить, чем, наверное… Хорошо, как предотвратить? Ну, во-первых, это полностью искоренить алкогольные ритуалы из своей жизни. Это категорически не пить алкоголь при детях. Вот, например, я в семье алкоголь не употребляю. Я вообще его мало и редко употребляю, а в семье тем более. Ребенок меня за столом с рюмкой не видит всю свою жизнь. И, естественно, я полагаю, что у него сформируются совершенно… Бог даст, сформируются совершенно другие стереотипы поведения, чем когда ребенок с пятилетнего возраста чокается за большим столом с пьяными взрослыми лимонадом. Вот с чего должно начинаться. Если нам нужно по политическим, по каким угодно мотивам вечеринка носит алкогольный характер, всегда дойдется в отсутствие детей. По протоколу. Ну, по протоколу, да, когда это положено, когда увильнуть от этого достаточно сложно. Мы понимаем, что алкоголь играет определенную социальную роль. Это средство, которое имеет глубокие исторические корни. И так вот просто сказать, что дать ему запретим алкоголь, приравняем его к героине, начнем с ним бороться, мы тоже это не можем, правда? Может же государство такое написать на бумаге, что ему помешает? Ну, вы знаете опыт двух сухих, трех сухих законов. Один в Америке, два в России, да? Вы помните, что все закончилось? В 15-м году, в начале ограничения, а потом полное запрещение продажи алкогольных напитков. Ну, давайте вспомним, что в Америке сухой закон привел к рождению и формированию огромной мафии, с которой до сих пор справиться не мог, а в России к двум революциям. Это не вызывает некоторые ассоциации. Я вообще, обычно, знаете, если человек в чем-то заинтересован, человек любит выпить, он никогда не будет выступать противником пьянства, он будет находить тысячу аргументов, чтобы сказать, что это плохо. Я равнодушен к алкоголю. Но мне кажется, что в том состоянии, в котором находится страна, меры, направленные на борьбу с алкоголизмом, они должны быть решительные, они должны быть, безусловно, последовательные, но они должны быть весьма постепенные. Потому что иначе мы можем просто доконать без того замученную страну и, в общем, совершенно заморзованный народ. Подобрать ключи психологические именно к этому конкретному человеку, да? Ну, чудо ждать не надо. Это может быть возможно только в определенном проценте случаев. И ведь при пьянстве близкого родственника возникает явление созависимости. Вначале мы начинаем сами прятать от себя эту проблему, потом прятать ее от окружающих. Потом мы начинаем стараться то конфликтовать, то подлаживаться. И мы настолько проникаемся в эту проблему, что мы сами пьем. Мы знаем, сколько он пьет. Мы по шагам определяем, пьяный он или трезвый, когда он подходит к двери. Понимаете? Вот этого не надо. Человек должен внутренне, психологически освободиться и отстраниться от этой проблемы, какой бы драматургической и драматичной она ни была. И только заняв слегка отвлеченное положение, он сможет логично мыслить, он сможет действительно помочь человеку, предостеречь его от окончательного падения. Многие вещи можно как зависимость определить. Мне очень не нравится такое вот расширительное толкование термина зависимости. И мы сейчас активно пользуемся англо-американская, вообще либеральная психиатрия. И при каждой зависимости от работы там. Религиозность тоже зависимость по современной классификации болезни. То есть человек ходит в церковь, зависимый. И материнство зависимость на самом деле. И это требует определенного психиатрического вмешательства, по мнению либеральных психиатров. Поэтому я очень... Не нужно это слово. Я очень это слово, очень четко, да? То есть давайте будем говорить конкретно. Вот алкоголизм – это алкоголизм, наркомания – это алкоголизм. Да, это наркомания, другие греховные страсти. Ну понятно, что это какое-то заострение какой-то черты поведения, заострение какой-то потребности, занятие этой потребности, преувеличенного места в сознании и искажения поведения. В большинстве случаев. Понятно. Какое-то место занимает в сознании человек. И если он ради этого готов пожертвовать многим или слишком многим, да, мы будем говорить о том, что, конечно, это очень плохо. Если он обеспечивает свое существование, существование своей семьи, существование людей, которые у него вокруг, и это профессия у него, то что же здесь плохого-то? Как можно уберечь человека от пьянства, и как ему помочь, если он уже стал алкоголиком? Знаете, закрыв глаза, прикинул примерный средний уровень, сориентировался на российскую глубинку и посчитал, что целесообразно пойти к психологу. К психологу. Врачик под себя все время, все время как-то меняешь под себя. Это значит, что у врача есть определенные внутренние черты. Он упивается этим, ему нравится быть домиургом, ему нравится властвовать над сути.